Здравствуйте! В ближайшие полчаса о важном, что произошло в уходящие 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. У Минстроя и Минпрома новые руководители. Кабинет министров вновь переживает кадровые перестановки. Стройку для погорельцев портит коммунальный вопрос. Из-за перемерзания труб десятки домов были без воды, пока не подоспела помощь властей. Весенние палы объявлены вне закона. Об особенностях подготовки к пожароопасному периоду расскажет эксперт программы, госинспектор по пошнадзору Хакасии Алексей Налобин. Вахта на юг. Курорты Крыма готовы дать работу жителям республики. И никто никого не кинет, обещают в службе занятости. Новая звезда может оказаться из Хакасии. Певица Катя Килижекова – лидер голосования на приз зрительских симпатий. Для дальнейшей борьбы певице нужна поддержка земляков. Перестановки в правительстве стали поводом для обсуждения как среди политического бомонда, так и среди простых жителей республики. Конечно, самое большое впечатление произвел уход Сергея Новикова, в прошлом одного из самых устойчивых и проверенных членов команды Виктора Зимина. По официальной версии, бывший министр строительства поскользнулся на крыльце правительства и получил травму головы, из-за чего не может продолжать работу. Сергей Новиков – один из тех, кто пришел на госслужбу по приглашению главы республики. Вначале он возглавлял комитет по окружающей среде, а с 2014 года стал министром строительства и ЖКХ. Несмотря на то, что ему приходилось решать отнюдь нелегкие вопросы, начиная от коммунальных аварий и заканчивая федеральными стройками, на своем посту Новиков всегда держался уверенно. Теперь ему на смену пришел Сергей Мажаров. По откликам однопартийцев и коллег, человек с безупречной репутацией. Прежде он был заместителем министра транспорта, а еще раньше работал в мехколонии номер 8 и Единой России. Еще одна громкая перестановка коснулась Министерства промышленности, которая за последние годы уже в третий раз меняет своего руководителя. И каждый раз это совершенно неожиданная кандидатура. Вместо Натальи Дьяченко новым министром стал Алексей Сиарпас. Он также выходец из Министерства транспорта, имеет большой опыт работы в отрасли и больше о нем ничего не известно. В каких-либо скандалах и разбирательствах Алексей Сиарпас не замечен. Примечательно, что в результате этих перестановок министр транспорта лишился сразу, что называется, правой и левой рук. Однако Александр Егоров не расстроен и желает удачи своим бывшим замам. То ведомство, которое возглавляю, оно постоянно, скажем так, находится на острие, когда пиковая ситуация, это пожары, наводнения, то есть невыступаемые первые. Одни из первых, скажем так, а буквально даже первые выступаемые. То есть те ребята, которые работали у меня заместителями, они всегда сработали, я скажу, на чистую пятерку, они выросли и, наверное, уже заняли достойную должность. На этом назначения не закончились. Новый руководитель и у Госкомитета по тарифам. Это Марина Пономаренко, имеющая большой опыт работы в энергетике, в том числе и в сфере тарифообразования. Раньше она работала в абаканских электросетях. Кроме того, у министра здравоохранения новый заместитель. Им стал Александр Стреленко, который покинул пост главного врача Абаканской детской больницы. Новому главе Минстроя досталось непростое наследство. И прежде всего это касается устранения недоделок в домах погорельцев. Зима показала, что в построенных квартирах жить можно. В то же время она выявила и огрехи строителей. Одна из главных проблем обнаружилась в Шира. Там в прошлом месяце перемерзли трубы водоснабжения. Без воды оставались десятки домов. Пока власти не направили на помощь бригаду строителей. Вот воды уже нету. Какой день? Сколько дней? Ну, три дня, четыре. Вот уже нету. Коммунальное бедствие в доме Александра Зелеева и еще пяти десятков погорельцев случилось в феврале. И понадобился не один день, чтобы из кранов вновь побежала вода. Сначала выяснилось, трубопровод зарыт достаточно близко к поверхности, на глубину полутора-двух метров. Строители принялись отогревать сети. Как это было, своими глазами видела Галина Шведчикова. Три недели без воды очень тяжело. Устраняли две бригады были. По два дня работали. И вот на четвертый день только добились. У них была бочка, костер сжигали и, в общем, паром отогревали. А, отогревали воду? Да, отогревали паром. Но даже после этого проблема не исчезла. Тогда строители нашли еще одно слабое место при заходе трубы в дом. Есть определенные нормативы его строительства. Однако проектировщики жилья этого не предусмотрели. Теперь перемерзание труб неизбежно, считают специалисты. От края фундамента до ввода холодной воды в дом должно быть 3 метра. Представляете? Это значит, где-то в центре дома практически, да, у вас будет ввод в дом холодной воды. На что это будет похоже? Тем более то, что у нас, например, фундаменты, значит, залита монолитная плита, на плите дома стоят. То есть у нас под домом нет технических помещений, где можно было разместить, провести воду там или канализацию. Компания АВК «Строй» по просьбе властей взялась за решение проблемы. Заново вскапывать землю и глубже зарывать и переутеплять магистральные сети зимой нереально. Да и в теплое время года слишком дорого. Поэтому строители провели в трубы так называемый прогревающий кабель, в частности, используемый в технологии теплых полов. Электричество он берет не много, а результат надежный. Включаем прогревающий кабель. 15 минут обязательно включение. Потом 5 минут выключим, держим, а потом проверяем воду, открываем. Побежал нормально, значит, все. Каждый день мы прогреваем воду. Каждый день. Раз в сутки. Таким образом, проблема устранена по 10 адресам. Но даже сейчас при теплой погоде случается перемерзание труб. Такие неполадки устраняют в оперативном порядке. И, по сути, во всех домах Погорельцев необходимо установить прогревающий кабель. Но на это требуются отдельные деньги. Как только начнется финансирование этого проекта, сразу же будем в дальнейшем. То есть, в принципе, у нас на сегодняшний день все понятно, сколько мы можем в день устанавливать таких кабелей, и что в течение буквально, я так думаю, месяца полтора-два мы можем, в принципе, весь этот вопрос полностью закрыть. Еще одна злоба дня – это сырость. До сих пор есть дома, где плачут окна и потолки. Погорельцев просят регулярно проветривать комнаты. И те, кто следует этому совету, результатом довольны. Впрочем, это не снимает с повестки вопрос об утеплении крыш, которое, по мнению Погорельцев, должно снять проблему конденсата в их домах. Все это – головная боль правительства республики, так как генподрядчик Черногорск, отдел строй, не в состоянии этим заниматься. А жилье Погорельцев имеет гарантию на устранение всех недоделок, которые могут появиться в течение пяти лет. О весенних напастях и бюджетном дефиците говорили на совещании в Сером доме во вторник. В краткосрочной перспективе правительство должно быть максимально готово к паводку и угрозе природных пожаров. В долгосрочной необходимо увеличить доходы казны на 2 миллиарда рублей. Обо всем по порядку. Виктор Лошников. Вторую неделю республиканская комиссия по чрезвычайным ситуациям проверяет, как районы и города готовятся к предстоящему паводку. В центре внимания – гидротехнические сооружения. В республике 132 дамбы. Из них четверть уже обследована. Серьезные работы предстоят на одной – в районе села Арбаты. Там Абакан сменил русло, и река размывает новую дамбу, возведенную два года назад. Работы начнутся в течение нескольких дней. Глава республики рекомендовал всем руководителям всерьез подготовиться к паводку. В этом году высокая вероятность раннего вскрытия рек. При этом мы имеем мерзлую землю и запасы снега. Местами превышающие среднегодовые значения. Никого этим не пугаю. Просто требую от руководителя, чтобы ни у кого не возникало чувство самоспокойности. Времени остается совсем немного. Немного и нужно максимально эффективно использовать каждый день для решения поставленных задач. И вторая важная тема – поиски точек роста экономики. Этим должны заниматься все структуры. В республике выросли расходные обязательства на 6 миллиардов рублей. Необходимо срочно искать дополнительные доходы. Ставлю цель увеличить доходную часть бюджета на 2 миллиарда рублей в краткосрочный период. Это Олег Валерьевич, 2016 год. Это позволит не только сбалансировать бюджет, но и обеспечить стабильное движение по нашим ключевым направлениям. Для республики это без преувеличения одна из первоочередных и стратегических важных задач. Часть средств будет получена за счет более четкого сбора налогов. Но основная задача – рост экономики. Несколько реальных проектов есть. Это развитие Бейского угольного месторождения. Проект получил одобрение на Красноярском экономическом форуме. Планируется выпуск новой продукции на Бакан-Вагун-Маши. Об инвестициях удалось договориться с главой холдинга «Базовый элемент» Олегом Дерипаской. Прорабатываются перспективы строительства цементного завода в вершине Тёи. Должны сохраняться все существующие производства. Ради этого правительство Хакасии готово снизить для них налоги. Высказывалась даже идея добровольных займов у крупных предприятий и населения под гарантией республиканского правительства. Разрабатываются также всевозможные стимулы для открытия новых, пусть даже и мелких, производств на территории республики. Приветствуется любая инициатива бизнеса. Виктор Лушников, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. События недели. Региональное управление МЧС готовится к пожароопасному периоду. В этом году работы стало больше. После пожаров 12 апреля ужесточились правила и для службы 01, и для жителей республики. О том, что обязаны сделать владельцы дач и частных домов, и почему палов в этом году должно стать меньше обычного, расскажет гость студии, заместитель начальника отдела управления надзорной деятельности МЧС по Хакасии Алексей Налобин. Итак, скажите, чем в этом году будет отличаться подготовка к пожароопасному периоду у нас в республике? Проверки каждый год подлежали населенные пункты, расположенные в лесных массивах и подверженные угрозе как раз лесных пожаров. Произошедшая ситуация прошлого года, 2015-го, показала, что под угрозой находятся не только населенные пункты, которые в лесах расположены, но в первую очередь те, которые расположены в степном массиве. Так вот, отличие этого года заключается в том, что проверки попадают все абсолютно населенные пункты, расположенные на территории республики Хакасия. Поступило поручение по инициативе министерства, поступило поручение от правительства Российской Федерации проверить населенные пункты, подверженные как раз-таки ландшафтным пожарам. Вот в прошлом году, когда случилось 12 апреля, очень много жителей республики говорили о том, что вокруг наших сел не проводилась опашка, а провели ее уже после того, как случились пожары. Вот в этом году как у нас главы муниципалитетов следят за этим? Ну, по имеющейся у меня информации, большинство населенных пунктов, более 200 из 277, были опаханы еще в прошлом году, осенью, перед наступлением зимнего периода. Оставшаяся часть, их невозможно было опахать осенью, они будут опаханы уже этой весной после схода снежного покрова и оттаяния грунта. Ну, какие-то грубые нарушения вы уже выявили, кому-то вынесли порицание? Проверки только начались, так как снежный покров еще в многих населенных пунктах остается. Проверки продлятся с марта по май включительно и затронут, опять обращу внимание, все населенные пункты. Помимо этого, кто у вас в центре внимания? Дачники, какие-то лесные службы или просто жители республики? В центре внимания у нас, конечно же, все. Дачники также туда входят. Все дачные садовые общества, зарегистрированные на территории Абакана и расположенные также, может быть, и в Алтайском районе, они все попадают под проверку. Там также будет проверяться очистка территории, насколько она очищена от травы, от каких-то остатков деревьев, может быть, как убранные свалки стихийные. То есть под проверку попадут все. С местными жителями стараемся проводить беседы по дворовой обход силами противопожарной службы, простыми пожарными, ну и, конечно же, должностными лицами органов местного самоуправления. А есть какие-то ужесточения законодательства, которые защищают населенные пункты от возможных пожаров? По итогам прошлогодней ситуации в ноябре в законодательство Российской Федерации в правила противопожарного режима были внесены изменения. И эти изменения запрещают какое-либо сжигание, вообще пользование огнем для сжигания каких-то поживных остатков или стерни. То есть, грубо говоря, сжигать траву сейчас запрещено законодательно, где бы это ни было. То есть, этой весной мы не должны увидеть палов, которые, в принципе, видели каждый год? Стараемся довести эту информацию до каждого, также при подворовых обходах, при работе с органами местного управления. Но тут необходимо действовать, так скажем, слаженно, не только органами МЧС, но и органами местного управления, органами внутренних дел, дворовыми комитетами, чтобы менять понимание этого, что пал травы, он очень опасен и может стать угрозой жизни, здоровью и потери имущества граждан. Что еще должны знать жители республики, на что они должны обращать внимание и что они должны соблюдать? Вот хотелось бы обратить внимание всех жителей республики, что при установлении особого противопожарного режима, а об этом объявляется на всех каналах, во всех печатных изданиях, запрещается пользование открытым огнем в любом виде. То есть сжигать траву категорически запрещено. То есть советую настоятельно избавиться от мусора, от травы уже сейчас, до установления особого противопожарного режима. Следующий вот такой нюанс. Есть на территории Российской Федерации действуют правила противопожарного режима, которые устанавливают все требования на территории нашей страны. И вот в соответствии с ними каждый собственник индивидуального жилого дома, дачного участка должен иметь у себя перед началом особого противопожарного режима бочку с водой или огнетушитель. Для чего это сделано? Чтобы до прибытия пожарных подразделений собственник сам мог применить ту же воду для тушения начавшегося пожара. Но, собственно, эти правила действуют не первый год. Значит ли это, что сейчас вы будете более пристально за этим следить и даже наказывать за отсутствие той же бочки в ограде у жителя частного дома? Эти правила действуют не первый год. С 2012 года эти правила введены. Это новшества. Ну, скажем так, не новшества. Они были и в предыдущих правилах, только в другом контексте это все излагалось. Сейчас это требование для собственников индивидуальных жилых домов перед началом особого противопожарного режима. Ну, если это будет выявлено, такое нарушение, то инспектор, государственный инспектор по пожарному зону, он вынужден будет составить протокол об административном правонарушении. И какое наказание? Ну, наказание для граждан в соответствии со статьей 20.4 влечет предупреждение или наложение административного штрафа. В размере? Вот в условиях особого противопожарного режима, это отдельная статья, предупреждение не налагается, налагается только штраф на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей. То есть, если вы не хотите расстаться с 2-4 тысячами рублей, лучше подготовиться и все иметь у себя во дворе. Что ж, я благодарю вас за то, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Всего доброго. До свидания. Государство помогает фронтовикам получить новое жилье. К федеральным деньгам республика добавляет еще 250 тысяч рублей из своей казны. На этой неделе жилищные сертификаты получили сразу 19 ветеранов Великой Отечественной. Подробности у Натальи Гармашовой. Раиса Александровна Улевадова в этом году отпразднует 91 год. Несмотря на столь солидный возраст, лично приехала из Саиногорского Бакан. Вчера получила приглашение сюда. У меня сделалось плохо с сердцем. Я обрадовалась, что я уже буду жить самостоятельно. Собственную квартиру Раиса Александровна представляет просторной, расположенной на первом этаже. Будет возможность без труда выйти на прогулку. На новое жилье бабушка рассчитывает по закону, как вдова ветерана. В 1938 году взяли его в действующую армию, а в 1941 сразу с первого дня на фронт. Но он вернулся с фронта? Вернулся. Вернулся. Награды были, благодарности были. Все было. В очереди на жилье многие годы стояла и вдова Клавдия Гончарова из Белого Яра. Сегодня арендует частный дом без коммунальных удобств. Постоянные переезды из одного съемного угла в другой очень неудобны 88-летней женщине. И вот уже в ближайшее время у Клавдии Павловны появится возможность отпраздновать новоселье в благоустроенной квартире. За апрель месяц мы постараемся все купить, чтобы бабушка к 9 маю была в своей хате. На начало этого года в Хакасии 43 участника и инвалида войны, а также вдовы фронтовиков вошли в список нуждающихся в улучшении жилищных условий. До конца декабря гарантированное письмо получат 33 пенсионера. У каждого муниципального образования есть такая учетная норма площади жилья. То есть если имеющееся жилье, менее учетная норма площади жилья. Или, допустим, там прописано несколько человек, а на вот этого гражданина данная площадь меньше учетная. Или у него нет жилья. Допустим, в собственности. В данном случае он нуждается в улучшении жилищных условий. Средства на квартиры в рамках указа президента выделяет федеральный центр. На этот раз сумма составила 38,5 миллионов рублей. Номинал каждого сертификата – 1 миллион 164 тысячи. Это на 70 тысяч больше, чем в прошлом году. Наталья Громашова, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия. В эфире Вести Хакасия. События недели. И мы продолжаем. Одной из самых обсуждаемых новостей стал конфликт в кафе «Дружба». На прошлых выходных там произошла перестрелка, в результате которой погиб мастер спорта по греко-римской борьбе Александр Голобин. В ту же ночь его друзья-спортсмены начали мстить за товарища и устроили погромы в ряде заведений. На охрану общественного порядка были брошены все силы полиции. Параллельно было начато следствие. И главного подозреваемого в убийстве суд поместил под стражу. На судебном заседании была наша съемочная группа. Совершение убийства подозревается житель Красноярска Шахнура Гамалеев. Борец, 24 года, ранее не судим, официально безработный, не женат, детей не имеет. Субботней ночью красноярский гость пришел посидеть с друзьями в кафе «Дружба». Позже появилась абаканская компания с Александром Голубиным. Завязался конфликт. По версии следствия, при входе между молодыми людьми, администратором и охранником заведения возник конфликт по поводу соблюдения вновь прибывшими посетителями пропускного режима. В конфликт вмешался 24-летний житель города Красноярска, отдыхавший в кафе. Между ним и потерпевшим возникла словесная ссора, в ходе которой мужчина произвел выстрел из пистолета, причинив потерпевшему огнестрельное ранение грудной клетки. Раненого абаканца доставили в больницу, но выжить ему не удалось. Убитый Александр Голубин был перспективным спортсменом, мастером спорта по греко-римской борьбе. Сегодня следователь просит суд заключить Шахнура Агамалиева под стражу, чтобы тот не мешал расследованию. Уже опрошены свидетели, а в машине подозреваемого найден пистолет, из которого, предположительно, и было совершено убийство. Находясь на свободе, по мнению органов предварительного следствия, осознавая тяжесть совершенного преступления, Агамалиев с целью избежания уголовной ответственности может скрыться от органов следствия. Сам Агамалиев за решеткой сидеть не хочет, привык к комфорту, просит домашнего ареста в квартире родителей бизнесмена в Красноярске. Поддерживает подсудимого и его адвокат Александр Баландин считает, оснований для ареста нет, опасности, обвиняемый в особо тяжком преступлении, ни для кого не представляет. Он не был инициатором данного конфликта и вынужден защищать себя, защищать и общественные интересы, защищать интересы хозяева, тех рис, которые находились в кафе, чтобы, скажем так, обезопасить то пространство, где, собственно, все отдыхали. В ближайшие два месяца подозреваемый проведет за решеткой в изоляторе. Если вина Шахнура в убийстве абаканского спортсмена будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Тем временем полиция всю неделю задерживала парней, учинивших погромов в кафе. За хулиганство на них заведены уголовные дела. Сколько всего человек в итоге понесут наказание, в МТО обещают сообщить позже, когда будут остановлены все обстоятельства произошедшего. Виктор Буров, Сергей Казимин, Вести Хакасия, События недели. Учитывая общественный резонанс случившегося, глава Хакасии посчитал нужным провести специальное совещание с силовиками. На нем присутствовали главы управления ФСБ, МВД, прокуратуры, управление Следственного комитета и других структур. Обсуждались меры, которые смогут обеспечить стабильность в республике. Виктор Зимин потребовал от силовых структур объективного расследования всех обстоятельств преступлений и противоправных действий, направленных против закона, личности и имущества граждан. Цитата. Любой гражданин России имеет право на защиту государства от преступников и любой гражданин должен понести заслуженное наказание, если приступил закон, сказал Виктор Зимин. Более тысячи вакансий из Крыма поступило в центры занятости населения в Хакасии. Южный полуостров приглашают жителей республики на работу в курортный сезон. Причем гостеприимный Крым предлагается вместить приятное с полезным. Здравницы не только дают рабочие места, но и готовы принять работников для отдыха целыми семьями. Елена Крылова проверила вакансии. Евпатория, Феодосия, Бахчисарай, Ялта, Алушта – название, которое ласкает вслух, как «Южное море». Крым накануне старта курортного сезона. Он обещает быть рекордным по числу туристов и, конечно, по числу тех, кто будет обеспечивать комфорт отдыха. Больше тысячи вакансий сегодня поступило в Хакасию из Крыма. Поиск работы – дело всегда серьезное. Если речь идет о таком удаленном географическом от Хакасии регионе, как Крым, то подойти тем более нужно со всей ответственностью. И лучше, конечно, обратиться в государственную службу, в центр занятости населения по месту жительства. В последний раз съездить на юг, еще и заработать у жителей Хакасии был шанс перед Олимпиадой в Сочи. Но сейчас ситуация иная. В Сочи в основном требовались строители и отделочники. Здесь сфера курортных услуг и зарплата в пределах средней в регионе. На сегодняшний день у нас Алушта, курортный комплекс «Голден». Туда требуются горничные, официанты, повара, кухонные рабочие, сантехники, уборщики на пляж, грузчики, массажисты, бармены. В основном это у нас идет апрель по октябрь. Где-то с проживанием, где-то, конечно, работодатель не предоставляет проживание. Это идеальный вариант, например, для студентов. На ставке обслуживающего персонала не нужно специального образования. Есть вакансии престижнее, например, число рабочих мест для поваров идет на сотни. Кроме того, нужны воспитатели, работники на винный завод, инструкторы по плаванию и многие другие. Среди этих вакансий есть администраторы, где-то требуется образование культурологическое, где-то нужны специалисты сервисов. Центр занятости делает самое сложное в работе. Он презентует соискателя и устраивает потенциальному работнику собеседование по видеосвязи с работодателем из Крыма. Владимир Литвиненко – один из первых соискателей. Поехать так далеко решился первый раз. Некоторые знакомые у меня уже там, но еще не приезжали, не говорят, но звонят, говорят, что здорово. Предложения поработать в Крыму поступили именно жителям Хакасии благодаря заслуге комитета по занятости. Он заключил договор о сотрудничестве с коллегами в Крыму, так что все вакансии проверены сразу двумя государственными ведомствами. Со своей стороны специалисты службы занятости в Крыму обещают жителям Хакасии всестороннюю поддержку. Если даже случится так, что работа не подойдет, крымчане сориентируются уже на месте и подыщут другой вариант. В любом случае не оставят на улице. В прошлом году только в Алуште. В курортный сезон было 5000 рабочих мест, а безработных всего 500 человек. Гостеприимный Крым ждет желающих работать и отдыхать. Ждем на работу в курортный сезон, и не только в курортный сезон, а уже и сейчас. Ряд здравниц, как я уже сказала, предлагают для иногородних граждан жилье. И есть такие здравницы, которые предлагают, ну, во-первых, льготное питание обязательно, более того. Есть такие санатории, которые предлагают по льготным, по умеренным ценам к себе же путевки, у себя же лечение, бесплатное у себя пользование тренажерами, бесплатное пользование бассейнами. И некоторые пионеры лагеря предлагают привозить своих деток с собой на период смены. Путевочку тогда покупают за полцены или даже за 30% цены. О чем следует подумать, нужно обязательно пройти медосмотры, если хочешь работать в общепите или взять справку об отсутствии судимости тем, кто планирует заниматься с детьми. Все эти нюансы объяснят в Центре занятости, некоторая информация есть в интернете. Например, в социальных сетях специально для работы с крымскими вакансиями комитет открыл группу ВКонтакте. Служба занятости населения Республики Хакасия. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. У Республики есть шанс получить приз зрительских симпатий в вокальном шоу «Новая звезда». Хакасию представляет певица Катя Кележекова. Для начинающих артистов участие в таких проектах – важный шаг в собственном продвижении. И об этом моя коллега Наталья Чудина поговорила с Катей, пригласив ее в студию. Катей, Вести, Хакасия. И у меня был такой выбор. Мне посчастливилось сделать выбор. Я предпочла новую звезду, потому что мне понравился состав жюри. Кухня такого большого проекта – это большая школа для вас? Это огромный опыт для меня в моей творческой деятельности. Вот расскажите о том, как это все происходило. О, это был такой путь достаточно интересный для меня. Как мы готовились сначала, это было домашним заданием. Мы сидели дома, мы готовились дома. Мне удавалось также ездить за 40 километров в деревню, в свою селу Аршанов. И полностью готовиться к этому телепроекту на сцене ДК Аршановская. И когда мы прилетели туда, когда мы расположились, были первые съемки такие пробные. Были первые отсмотры, костюмы все. В общем, вот такой вот настрой. Нас сразу настраивали о том, что если что-то даже вдруг не получится, адекватно к этому подходить, относиться к этому адекватно, чтобы не было никаких истерик. Вот. Ну и во время съемок, хочу сказать, отметить, царила такая творческая, теплая атмосфера. Была выбрана песня «Цоя». Почему вообще такой выбор? Ну, теперь я могу сказать, почему такой выбор. Я очень долго настаивала на том, чтобы исполнять песню на родном языке, на хакасском языке, поскольку я представляю свою республику Хакасия. Вот. Но организаторы, видимо, посчитали нужным, чтобы на их телепроекте прозвучал Виктор Цой, репертуар Виктора Цоя, песня «Печаль». То есть это был не ваш выбор? Это был не мой выбор, да. Но я думаю, что мы с задачей справились по максимуму. Но песня Цоя в этой песне не оказалась совершенно практически, да? Ну, я преподнесла ее в своем видении, мне захотелось так ее спеть. Теперь вы принимаете участие в зрительском конкурсе. Да, Хакасия претендует на приз зрительских симпатий. Мы победили в голосовании. Спасибо большое республике моей, которая за меня голосовала. Огромное было количество голосов. Кстати, у меня больше всех просмотров ролик и больше всех голосов. И сейчас все еще можно вас поддержать? Конечно. Можно проголосовать за Хакасию 1 мая. Где? Это можно отследить ВКонтакте, в группе «Новая звезда», во всех социальных сетях, в Facebook, Одноклассники, Instagram. И на этом наш выпуск завершен. Я желаю вам приятного окончания выходных. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»